Приветствую всех на своем видеоролике. В данном видосе вы узнаете, как быстрее всего пройти Space Vision Pass. Расскажу вам некоторые лайфхаки прохождения и не только. Присаживайтесь поудобнее, возьмите что-нибудь вкусненькое и приятного просмотра. Друзяшки, нас на канале уже 11 тысяч человек. Хочу 20 тысяч до конца лета. Надеюсь на твой лайк и подписку. Начнем с самых банальных способов, а закончим самыми интересными. Поэтому рекомендую смотреть видео до конца, тут много всего интересного. Заходя в любую катку по заданию, вы 100% столкнетесь с такими же игроками, которые выполняют задания, как и вы. И не вижу абсолютно никакой проблемы попросить данных людей помочь вам выполнить задания. Конечно же взаимно, вы поможете и вам помогут. Ну а идеально было бы с вашей стороны собрать стак из друзей и по очереди проходить каждому из вас то или иное задание. Но если друзья заняты или же не играют в стендов, все можно сделать намного намного проще. Конечно заморочение чем прошлый способ, но все же. Также заходите по заданиям в какую-то катку, ищите себе тиммейтов, добавляйтесь в друзья, собираете пати и из этого пати уже выполняете друг дружке задания. Если вы ничего не поняли, пересмотрите данный отрывок еще раз. Вероятнее всего много кто сейчас смотрит данное видео, просто идет и в тупую выполняет все задания по порядку. Но это неправильно. Зайдя в тот же матчмейкинг, у вас будет создан подраздел в катке именно заданий под матчмейкинг. И эти задания вы можете выполнять одновременно, не выполняя какое-то определенное задание. А в большинстве случаев у вас просто эти некоторые задания, которые очень оверпростые, как ежедневные те же самые, будут выполняться на автомате. Чем дольше вы не проходите задания, тем хуже вам. Каждый новый день ежедневных заданий имеет в себе некое количество звезд, которые вы просто можете пропустить случайным образом. Например, не зная графика обновлений ежедневных заданий. На данном моменте у меня в памяти отложилось, что во всех почти пассах обновление ежедневных заданий происходит в 3 часа ночи. Но в данном моменте из-за того, что лето, обновление ежедневных заданий может происходить и в час ночи. Так что вам надо будет выполнить все ежедневные задания и подождать некое время, когда и во сколько обновляются те или иные задания. Пасс длится всего 27 дней, и за это время, если у вас нет голды, вы можете нафармить очень большое количество золота. Если судить по прошлому пассу Fireborn, то все рарки из того пасса стоят минимум 10 голды. Если у вас имеется больше 2-3 аккаунтов, то вам очень повезло. Хотя повезло абсолютно всем, ведь в данном моменте надо просто заморочиться. Заходя на каждый аккаунт, выполнив всего 4 уровня, вы получаете наклейку. А с каждого такого аккаунта это плюс 10 голды. Выполнив задание до 4 левела на 10 аккаунтах, это получается целых 100 голды. Ну и дальше в принципе понятно, что нафармить таким образом голды вы сможете очень много. В данном моменте остается лишь дело за вами. Насколько вас это заинтересует и насколько вам это будет интересно. А так абсолютно любой желающий человек может спокойно на этом пассе злотать около 100 голды, создав всего 10 аккаунтов и буквально немножко заморочившись с выполнением заданий для 4 левела на каждом аккаунте. Тем не менее, данный пасс очень короткий, поэтому если у вас появилась идея этим заняться, то дерзайте, иначе будет поздно. Ну и само собой, занимаясь данным способом, у вас есть большущий шанс выбить что-то покруче, чем просто рарку за 10 голды. Эпики начинаются от 15 голды, легендарки от 50, ну и арканы само собой стоят около 500 голды. Дело прибыльное, а по времени занимает очень мало. Наверняка вы сами понимаете, что с тиммейтом проходить данный пасс намного будет легче. А тиммейты как таково у вас не имеется, что же делать? У нас как почти год имеется дискорд-сервер, на котором множество людей ищут себе тиммейтов и успешно находят. Также есть у меня отдельный видеоролик с поиском тиммейтов, где я полностью рассказал, как и где о себе найти тиммейта. Ссылку на данное видео вы найдете в описании. Также в описании найдете дискорд-сервер, на котором также легко будет найти вам тиммейта. Но на этом моменте видеоролик, к сожалению, подходит к концу. Я безумно тебе благодарен, что ты досмотрел данное видео до конца. Я все так же надеюсь на твой лайк и подписку на канал с уведомлениями. Ну и само собой на комментарии, если он еще не написан. Я желаю тебе удачного прохождения пасса, чтобы тебе выпал самый дорогой ножик. Ну а с тобой был я, Шелби, и еще увидимся.